Всем привет! Сегодня у меня блог про рынок итальянский в Неаполе, называется Mercatino Antigiano. Мой любимый рынок, он небольшой, он находится в районе Вомера, там очень спокойно, тут-то tranquillo. И это мой любимый рынок, так как я туда могу поехать одна в любое время и вам советую. Сейчас, поехали, посмотрим. Итальянский рынок, такие сеньоры здесь ходят. Здесь встречаются сумки какие угодно, Пинка, листян Диор. Опять обувь встретилась. Можно найти обалденные вещи, кожа натуральная. Можно найти 10 до 30 км. Есть 150 км. Похоже бонзелен. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это 129 рублей. Если мне понадобится больше, потому что... О, что ты? Да, хорошо. вот например прилавок казалось бы неприглядный но здесь натуральная кожа все итальянское на самом деле я просто зашла и сходу купил себе сразу туфли 20 евро хочу видео до борьба на на украине а а и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Есть и стенды с косметикой, но я пока не покупаю, переживаю за качество Хотя я покупала кремы от Загара и Avene Очень хорошее качество было, 7 евро стоила баночка Супер сына Еще увидела Outlet косметики декоративные здесь прямо на рынке и уходовой Качество мне показалось оригинальное, но я купила только карандашные губы Так как у меня уже есть, например, такой Outlet косметики любимый, где я точно уверена в качестве Там покупаю и Clarence, и Lancome, и Chanel, и Christian Dior И действительно качество оригинальное Всем привет! Рассказываю свои впечатления о рынке в Неаполе Это мой любимый рынок Я хожу туда одна, потому что там вообще абсолютно безопасно Там ходят сеньоры с сумочками Pinko, Christian Dior, Chanel Мы, кстати, сейчас в испанских кварталах сидим Вы можете услышать звуки, как они разговаривают громко Я уже сижу в своих обновках Купила куртку На самом деле это рубашка мужская Но она мне заменит в этом сезоне джинсовую куртку Качество обалденное Фирма Сейчас посмотрим сразу Haley's Men Стоило 60 фунтов стерлингов Вот такая фирма Все новая Она такая, видите, держит форму Очень просто почти джинсовая куртка 5 евро 5 Первый раз, когда я приехала на рынок Главное верить Что я приеду туда и все для меня будет Я приезжаю, захожу на рынок Подхожу к какому-то прилавку Где висит табличка 7 евро И вот так вот мужчина выкидывает пакеты новые Я смотрю, это S.Oliver Например, эти прилавки, они выбрасывают эти пакеты сегодня Потом это лежит неделю К концу недели они уже скидывают цену Вот, например, сегодня там я купила за 3 евро S.Oliver Брюки Я так посмотрела, мой размер, все шикарно Обязательно надо примерить, можно, но не всегда Мерно понимать, что да, да Ну, во-первых, читать размеры А во-вторых, еще прикидывать Ну, или померить Померить, как бы можно спросить Такую юбку английской марки Которая стоила 35 евро Я купила за 3 евро 3 евро И самое клевое Это вот эти ботинки Я сейчас делаю обзор, покажу Субтитры сделал DimaTorzok Ботинки Идеальные кожаные ботинки 20 евро Эта обувь там продается Когда магазин разрабатывает Это я слышала у другого блогера Привозят с тех магазинов, которые Вот большие магазины Они разрабатывают обувь А их продавать потом не могут Образец Образец И дальше их выбрасывают на рынок Продавать Там на самом деле есть типа 5 пар Это значит, может быть, и уже как То, что не продается в магазинах Или магазин закрывается И они продают В общем, я в восторге Сейчас покажу пару луков С теми вещами, которые я купила Как они у меня уже идеально сочетаются Субтитры сделал DimaTorzok Ну и здесь я попробовала смело Сочетание Как вы думаете? Напишите в комментариях И все-таки стандартное Классическое сочетание Белое С белыми джинсами Я за второе Пока-пока Чао-чао До новых влогов Подписывайтесь обязательно на мой канал Ставьте лайки Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok